у нас грубо говоря вот да есть какая-то тудушка так у нас есть тудушка но что вам нужно было сделать необходимо вам нужно было сделать какие-то стиле да ребят это зеленый почему мы сделали зеленым ребят кто мне напомнит а мы делали логику этого да если он якобы зеленый то типа green выбирай если он там разный цвета подставлять вот этот проект он его вот он он здесь так ну можно оставить можно нет опять ждать типа вообще сегодня я хочу сделать удаление задания и также сделать задание важно сделать задание важно ой важно говорю сделать выполнить задание да как мы это будем реализовывать смотрите логика у нас такая мы грубо говоря нажимаем на кнопку удалить и у нас как бы задание удаляется но если я нажму условно на кнопку выполнить то что с ним должно произойти задание зачеркнутым да окей пускай будет зачеркнутым хорошо а в принципе все да его выше всех поднимать он тоже можно попробовать это сделать так хорошо ребята над стилями кто-нибудь работал или нет галочку удалить поставить что именно сделать стиль типа задать им а туда типа правую сторону в одну а окей давайте смотрите мы сделаем тогда такую так смотрите получается вот есть условно у меня будет какие-то некие задания да какое-то их количество но то у меня будет происходить вот что смотрите давайте вообще им поменяю во первых цвет сделаю белом что видно было так это у нас слишком правильно ли как он у нас назван у него класса нет да ли класса нет так тогда здесь сделаем юэл и color white во первых делала все белым цветом да теперь смотрите задание было во первых таким помните я говорил чтобы вот эти галочка с этим дас удалить она стояла справа да и неважно какой текст был они всегда вот в одну как будто бы колонку до должны идти верно а как мы это можем сделать на самом деле здесь просто нужно работать над стилями да ну да дисплей флекс но перед этим не смотрите вот у меня есть первая кнопка вот это видите да это у нас получается кнопка выполнить дэм и вторая кнопка это удалить и здесь как раз таки я создам некий див и дам ему класс класс равно и получается пускай у него будет btns у нас по-моему не до такого класса окей теперь я просто эти два баттона обернул в этот див да теперь а мне осталось ну здесь это нормальное явление потому что это див потом я вот это дли flex дисплей flex вот тогда дальше смотрите просто делал дистрифай контент вот вот так но теперь еще вот что смотрите если я добавлю новое задание ну на самом деле это от длины будет зависеть вообще в идеале чтобы это у нас тоже если прямо не хотим прям сбоку шло мы можем вообще с самой тудушке дать какие-нибудь пэддинги 20 пиксель по 20 пикселей условно пока вот так да ну если мы хотим на всю ширину на все если не хотим то вот так можно есть окей пойдем дальше да что у нас теперь ждет дальше смотрите удаление до удаление там и так далее как мы это будем делать смотрите это мы будем делать с помощью java скрипта и нам необходимо сейчас понять ту логику мы будем нажимать на кнопку удалить правильно на какой-то ну на кнопку удалить и до задания должно удалиться но смотрите ребят нам необходимо сейчас написать такую логику чтобы мы могли найти ту кнопку на которую мы нажали то есть понимаете когда мы бы это делали бы верстки у нас смотрите сейчас условно три задания мы бы создали бы сколько три три кнопки да грубо говоря правильно ну три кнопки удалить было бы но у нас поскольку это через java скрип все формируется до автоматически то у нас каждая кнопка не отдельно то есть у нас мы только одну кнопку создавали помните вот она btm да ну или удалить там или сделать важным и следовательно происходит такая логика что у нас мы не можем сейчас определить на какую именно кнопку я нажимаю то есть наша первая сейчас задача в том чтобы понять нам нужно будет определить вот я условно нажимаю на кнопку у первого задания и я должен понимать что именно на это задание я кликаю понимаете именно с этой кнопкой я работаю условно кликну на вторую кнопку я должен понимать как то что это тоже вторая кнопка понимаете мне сейчас необходимо это еще раз говорю потому что у нас вот только один батон создан понимаете нет 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 тут не класс тут кое-что другое а мы будем каждой кнопки давать номер то есть грубо говоря каждой кнопки будет свой персональный номер да он будет браться из айдишника да вот это вот айди видите да 123 то есть у каждого за задание есть айди правильно номер свой и я этот номер персональный буду передавать кнопки каждой своей кнопки и что мы необходимо нам будет здесь сделать да все максимально просто мы просто берем нашу кнопку и должны передать ей какой-то специальный атрибут ну то есть мы же с от классом и так далее пишем же да есть а также мы можем создавать свои атрибуты есть ребята такая вещь как дата ну вообще дата айди давайте скину документацию вам на самом деле достаточно интересная вещь с тем что мы можем создавать свои атрибуты которые мы хотим то есть есть атрибут типа как класс есть атрибут как айди правильно есть там hrf src альта и так далее но мы также можем создавать свои атрибуты которые мы хотим понимаете а абсолютно любые и мы сейчас создадим специальный атрибут да грубо говоря мы дадим просто каждой кнопки по номеру да и как я это сделал смотрите кнопки мы же вот так класс можно писать правильно это у нас будет назваться до стирайде по-моему да да то тирайде так сейчас чекну еще раз да да то тирайде и а вот здесь смотрите можно дать любое название то есть видите здесь пишется вот а дата полом с дата индекс дата паран там и так далее то есть дата тирайне любое название понятно бата тирай любое название мы создаем свой атрибут какой мы хотим понимаете И вот здесь, смотрите, я сделаю такую логику. L.id передам. L, мы же здесь for each, правильно? Верно? Это каждое задание. И у каждого задания есть ключ ID. Правильно? И каждая кнопка, ну, у нас три задания, три кнопки создается. Следовательно, у каждой кнопки будет по своему номеру. Понимаете, да? Смотрите, я это прописал, вот data.id равно. И L.id, видим, передал, да? Смотрите, давайте мы это сейчас проверим, ребята. Я зайду к себе в приложение, открою просмотреть код и, смотрите, так, элемент надо. Наведусь на свою кнопку, смотрите, и у нее будет здесь свой data.id, видим? Так, сейчас я вот это немного уменьшу. Смотрите, вот первый паттен, видим, да? У него какой номер? Один. Смотрите, второй паттен, ребята. Сейчас открою его. Вот второй паттен у него? Второй. То есть, вот этот ID, да, берется? Ну, то есть, атрибут data.id принимает число, да, какое-то? Один, два, три и так далее. В зависимости от того, каким оно здесь идет. Понятно? Да? То есть, три задания, три кнопки и каждая кнопка, как бы, по очереди принимает один, два, три номера. Все, мы сейчас ему передали свой номер. Дальше. Дальше, ребята, нам необходимо будет обязательно этой кнопке дать класс. Дадим бтн, бтн, да, удаление, ну, кнопка удалить, правильно это у нас? Так, напишем, бтн, дел, то есть, мы будем, как бы, удалять, как будто бы, нашу кнопку, да? Так, что это у нас такое? Ага. Так, попал интернет. Тоже нет интернета? Ну, значит, это у нас пропал интернет в офисе. Как? У вас есть? Так, сейчас, ну, интернет нам нужен будет, ребятам? Нам же нужно. Так. Так, сейчас, ну, вот, 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 вот. Так, сейчас, ребята. Так. 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 Так, давайте я тогда подключусь, наверное. Блин, я же не смогу, да, тоже подключиться. Да. Окей. Так, ну, ладно, давайте попробуем писать. Ну, блин, мы здесь сейчас обновления никаких не увидим. Так, смотрите, ребят, у нас, получается, есть уже наша кнопка, мы передали ей класс. Теперь смотрите, следующая задача появился? Ну, блин, я же обновляться буду? Наверное, нет, мне кажется. Ну, да, ну, я же в любом случае буду сейчас заходить, там, смотреть. Нет, именно вот этот может и сработать, но я же говорю, интернет, типа, буду заходить, смотреть же, показывать. Как минимум, как минимум, видеоурок заработало, да? Да, вроде заработало. Так, теперь смотрите, ребята, у нас задача такая. Мы сейчас дали каждой кнопке свой персональный номер, да? Там, один, два, три, четыре и так далее, да? Он будет, как бы, сам браться. Откуда он будет браться? Он у нас будет браться от элемента самого, да? Да, да, теперь смотрите, задача какая у нас? Мы всем нашим кнопкам дали класс, правильно? То есть у всех кнопок сейчас у нас будет класс btn-del, верно? Так, вот, теперь задача у нас какая? Нам необходимо будет сделать вот что. Нам нужно будет все наши кнопки собрать, все кнопки удалить, собрать, понимаете? И потом проверять, если мы кликнули, грубо говоря, на вот эту кнопку, да? Ну, там, на первую условную, то у нас происходит логика ККК. Мы берем номер этой кнопки, то есть у первой кнопки, да, удалить. Номер один, верно, ребята? Data ID 1. И я буду проверять в нашем массиве, есть ли такой номер, да, один. И если он найдет его в этом массиве, то именно его он удалит. Понимаете? Такая у нас логика будет происходить. То есть мы будем искать внутри массива, да, совпадение, ну, ID-шник, да, совпадение с номером кнопки. Если они будут совпадать, то мы будем именно этот элемент, да, удалять. То есть поэтому мы давали номер кнопки. То есть, грубо говоря, у нас есть общее задание. Это вот это, правильно? Вот эти все, верно? И есть кнопки какие-то. И я нажимаю на кнопку, допустим, первую, получаю его номер. У нее номер один, верно? И я потом сверяю вот этот номер один, да, с заданиями, у которых ID-шник тоже один. И он ищет там подходящий. И когда он находит подходящий, он именно его удаляет. Остальные он просто оставляет. Да, да, вот, грубо говоря, вот эта вся логика удаления. Но теперь ее нужно записать технически, да? То есть проблема самая в том, что вроде бы понятно, да, как бы, а теперь нужно технически это написать на практике. И здесь как раз-таки у вас могут возникать проблемы. Почему? Потому что здесь уже, видите, достаточно много логики написано. И не совсем понятно, да, куда мне сейчас написать данную логику и так далее. Верно? А именно? Вот здесь, да? Нет. Мы это не можем писать здесь. Вопрос. Почему? Это мой вопрос. Я хочу его задать. Почему я не могу написать его вот здесь там или вот здесь условно, эту логику? Вот здесь что ли? Ой, вот здесь. Смотрите, ребят, с чем я буду работать? Давайте разберемся сейчас. С какими? Ну, что это за кнопки? Просто объясни, скажи. Что за кнопки? Кнопки удалить, правильно? Да? Это вот эти кнопки. Ну, вот это, правильно? Ребят, вы забыли про очень важную вещь. Что у функции, какие есть правила у функции? Что я вам говорил? Окей, сверху вниз, а еще? Функция, правильно? Что это такое? Ну, что интересного в нем было? Как? Она вызывается, верно? Еще что, вот она у нас вызывается. А еще что было в функциях важных? Как? Сплытие, ну, а еще? Дальше развивайте мысль. Еще, кроме сплытия. Ну, окей. Еще, 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 еще. Как? Область видимости. Что такое область видимости, ребят? Ага. И локальная, да? Окей. В чем разница? Что это такое? Почему в функциях есть такая вещь, как область видимости? Объясните мне. Да. Окей. Следовательно, я говорил вам такую вещь, что у функции есть области видимости. И, следовательно, есть глобальная область видимости, есть локальная область видимости. Помните? И сейчас вот этот баттон, ребята, вот эти кнопки у нас обладают чем? Локальной. Почему? Потому что она создана внутри вот этой функции show. Верно? И я сейчас за пределами этой функции не имею доступа к этому баттону. Понимаете? То есть, смотрите, ребят, если я сейчас попытаюсь ее вытащить, то есть я сделал let btns.del, да? Равно документ.queryselector.all, как у меня она там названа, btn.del, да? Console.log, смотрите, btns.del, да? Попытаюсь сейчас получить эти кнопки. То вы увидите, что она пуста, видите? Да? Массив пуст. Потому что я, как бы, грубо говоря, не имею доступа к ним. Я, грубо говоря, вот этот код не видит их. Понимаете, ребят? И чтобы он у меня его видел, чтобы я мог получать доступ, мне необходимо сделать это внутри этой функции, ребят. Понимаете? Сделать это внутри функции, но за пределами for each. Попробуем это сделать вот здесь. Видим? То есть между вот этими скобками, ребят. Проверяю. И я уже, видите, получаю заполненный массив. И массив, где каждая кнопка является отдельным элементом. Понимаем? Окей, ребят. Что мы можем делать дальше теперь? Ну, да-да-да, верно, вон клик. Вон клик. Окей. Хорошо, супер. Логично. Все верно. Но смотрите. Ребята, я сейчас сделал что? Ребята, что такое вот это btn-sdel у меня? Ну, что это? Переменная. Хорошо. Каким типом данных она является? Что это такое? Что в ней лежит в этой переменной? Одна кнопка? То есть btn-sdel это массив. Да? Верно? Где лежат все наши кнопки? Будут лежать все наши кнопки. Верно? Да, нет, ребят? Хорошо. А теперь мне необходимо... Что сделать с массивом, чтобы с каждым элементом работали? Перебрать его, да? Можно циклом, можно фуричем и так далее. Какими-то вещами, верно? То есть мне сейчас необходимо вот этот вот массив. Да, вот. btn-sdel. Это массив, где лежат все мои кнопки. Будет их много? Вот. Семь у меня заданий, да? Семь кнопок будут лежать. Верно? Это массив. И я же не буду писать функцию на каждую кнопку по отдельности. Я одну общую функцию напишу для них всех, правильно? И для этого мне нужно перебрать каждую кнопку и каждой кнопке какую-то логику сделать. Да? Это можно сделать циклом, это можно сделать фуричем. Я пишу вот что, смотрите. btn-sdel. Верно? Точка фурич. Видим? Ну да, ребят? Перебираю. Каждая называю кнопку L. Верно? Не, пока что не надо, пока что не надо. Я просто показываю. Теперь, видите, каждая кнопка моя. Это L. Да? Теперь, что я могу сделать? Теперь я уже кликаю. Я говорю, когда я кликаю Add Event Listener, правильно? На кнопку свою какую-то, да? Верно, ребят? Пишу клик. Когда я кликаю на свою кнопку, у меня запускается функция. Верно? Ребята? Да? И теперь давайте мы определим. Смотрите, я напишу вот так L. Что я сейчас делаю? Давайте проверим, да, ребят? Да. Смотрите, нажимаю на первую кнопку. Первая кнопка. Видим? Видно? Да, ребят? Смотрите, нажимаю на вторую кнопку. Вторая кнопка. Видим? Data ID 2 у меня. Да? Нажму на третью кнопку. Получаю третью кнопку. То есть, я здесь сказал, что перебираю свой массив. И когда я кликаю на кнопку, я говорю, в консоль логи пока что по L. Да? Здесь. Это является кнопкой, на которую я кликну. Понимаете, ребят? Да? Вот. Окей, хорошо. Теперь, что мне необходимо сделать? Нет. Еще рано. Смотрите. Мы нашли кнопку, но мы не всю кнопку будем брать, как бы работать, а мы только номер ее нужен кнопки нам. То есть, смотрите, L – это прям вся кнопка. А мне нужно вот это только, Data ID, понимаете? Вот это число 1 или 2 или 3, понимаете? Мне не нужна вся кнопка, мне вот именно эта нужна. Смотрите, ребят, на самом деле это можно сделать с помощью такого метода, да? Называется он как Dataset.id. То есть, я получаю именно Data ID. Смотрите, ребята. Число 1 видим, получил. Число 2 получил. Число 3 получил. То есть, Dataset.id – это его ID-шник. Номер получаю, понимаете? Не всю кнопку по отдельности, а именно вот это значение. Его персональный номер. Верно, ребят? Окей, отлично. Что мы будем делать дальше? Дальше. Верно. Теперь нам необходимо написать логику. Запомнили? L – Dataset.id – это что? Его номер персональный. ID, да? Хорошо. Теперь смотрите. При клике, да, у нас должно удаляться, верно? То есть, что должно удаляться? Давайте начнем с этого. Только кнопка должна удалиться? Что именно? Полностью. Ну, что это за значение? Нет, верно. А ли чем является? Если в JavaScript мы смотрим. Наше одно, каждое задание чем является? Элемент. И где он у нас лежит? Окей. То есть, что должно произойти, ребят? Вот есть массив, правильно? База данных наших заданий, верно? Я условно нажимаю вот удалить на первый. Что должно произойти у меня? Вот этот весь должен удалиться, правильно? Да? Нажму на второй, должен удалиться вот этот весь. Да? И так далее. То есть, я изменяю что? Свой массив. Верно? И когда мы решали задачу, кто мне напомнит? Я был. Давайте задача такая. У вас есть массив из числа 1, 2, 3, 4, 5. Я говорю, оставьте только четные числа. Какой метод перебора массива был? Ну, мы же массив перебирали, помните? Решали много задач. Фильтр. Да? Ага. Фильтр. Фильтр возвращал нам новый массив, где количество, помните, я всегда говорю, если меньше, да, чем в старом массиве, то мы используем фильтр, правильно? Сейчас мы его на практике будем использовать. То есть, мне необходимо отфильтровать свой массив и оставить только нужный мне. Понимаем, ребята? Теперь я здесь делаю вот что. Вы сами сказали, я изменяю свой массив. Array у меня будет равен. Array.filter. Верно? Смотрите. Вот здесь я не пишу L, ребята. Знаете почему? Потому что вот здесь я уже L использую, верно? L это кнопка здесь, правильно? Поэтому вот здесь я напишу item. И теперь смотрите, ребята, вот это L, это у меня что? Не, это кнопка каждая. Это кнопка. Вот здесь L является кнопкой, а item это что? Это каждый объект. Да? Хорошо. Item это вот это вот. L это кнопка какая-то, на которую мы кликнем. Понимаете? Да? Не путайтесь в этом. Почему я здесь L не пишу? Потому что я же здесь L уже использовал. В одном месте, видите, я же внутри него пишу. Теперь смотрите. L это кнопка, на которую я нажимаю. Item. Да? Это все элементы. Вот здесь внутри массива, правильно? Каждый. Вот этот один объект item, вот это item, вот это item. Правильно? И что я здесь должен сделать, ребята? Оставить только что? Return, верни мне что? Item, правильно? Верни мне только те элементы, да? Правильно задание? Да? И у которых точка ID будет строго равен, смотрите, нужно будет плюс L.dataset.id. Что такое датасет? Кто напомнит мне? Это их ID, правильно? Почему я здесь сделал плюс? Потому что он его видит в виде строки. Нет, в виде строки. То есть вот это L.dataset.id это число 1, но в виде строки. Понимаете? Я его плюсом превращаю в число. Окей? Давайте проверим, ребят. Как вы думаете, сейчас у меня что-нибудь отработает? Смотрите, консоль лог аррей, да? Проверим. Смотрите, ребят. У меня сейчас в массиве сколько заданий? 3, да? Нажимаю удалить. Сколько осталось? 0 заданий. 1 задание осталось. Так, давайте проверим. Смотрите, у меня в массиве сейчас 5 заданий, правильно? Ну, давайте я удалю вот третье задание. Сколько осталось? Что происходит у меня? Работает как у нас логика сейчас? Удаляется, по факту говоря, сейчас. Массив изменяется. Но происходит что? Мы оставляем именно тот, на который мы нажимаем. А мне нужно было что? Именно наоборот оставить. Да, абсолютно верно. Вот здесь мне необходимо сделать вот так. Оставь в массиве всех, кроме тот, на который ты кликнул. Понимаете? Наоборот. Теперь смотрите. Вот удаляю. Смотрите, у меня вот 3D задания. Удаляю. Осталось сколько? Вот 2, 3 только остались. Видите задания? Сейчас удалю еще раз. Осталось только задание 2. Работает? Но здесь оно отрабатывает? Здесь. Нет. Но у нас логика уже написана. Все, у нас все конкретно работает. Но у нас не изменяется что? Верстка наша. Как нам постоянно изменять нашу верстку? Где наша верстка рисуется? Какая функция отвечает за то, чтобы отрисовывать нашу верстку? Функция show to do. Вот эта функция, верно, рисует? Да, ребят? И эту функцию я должен вызвать. Когда вызываю ее? Когда кликаю на что? Когда кликаю на кнопку, правильно? Вот, L. Верно? И вот здесь я напишу вот так вот. Show to do. Видим? По-моему здесь. Сейчас. Ну да, по-моему здесь. Смотрите, ребят. Давайте добавим задание. Да? Удаляю первое задание. Отработало? Второе. Работает? Третье, четвертое, пятое и так далее. Ребята, работает удаление у нас? Ну, можно вообще вот эти задания теперь мне уже убрать прям полностью. Потому что они нам уже не нужны как бы. И мы теперь будем свои добавлять. Вот оно. Ребята, давайте еще раз разбираться. Что мы здесь такого сделали? Вот, грубо говоря, удаление это вот эта логика удаления. Вот. Не так много вроде бы, да? Смотрите, что нам для этого необходимо было? Во-первых, нам необходимо было, нужно было дать имя кнопкам. Правильно? Класс. Я назвал их btndal. Дальше я передал им что? ID. Специальный номер. Дальше. Откуда этот номер брался, вот этот специальный номер? Из вот этого массива. Да? Ну, то есть, 1, 2, 3, помните, здесь был? Дальше. Что мы делаем дальше? Дальше у нас логика такая. Мы получаем все наши кнопки в массив. Правильно? Под названием btndal. Да? Это массив, в котором будут лежать все наши кнопки. Дальше я этот массив перебираю. То есть, я начинаю работать с каждой кнопкой по отдельности. Верно? И говорю, что когда я кликаю на какую-то кнопку, то у меня запускается функция. Видим? Какая-то некая функция. Что эта функция у меня выполняет? Эта функция берет мой массив array. Правильно? Я же его должен изменить. То есть, количество заданий должны уменьшиться. Говорю, точка, фильтр. Каждое задание называю item. Да? И говорю, верни мне только те задания, у которых ID-шник, да? Не равен этому. Того, на который мы нажали. Понятно? То есть, удали задание, на которое мы нажали, грубо говоря. И после этого логика у нас отрабатывает. Но я вот здесь написал show to do. Для чего? Для того, чтобы сайт у нас как бы переобновился, грубо говоря. Да? Чтобы данные новые у нас. Верстка отрисовалась заново. Правильно? Для этого мы создавали show to do функцию. Когда здесь как? Так, а что там, может, неправильно написал? Может, где-то не там? Так, окей. Давай. Как? Ну, стили, да, стили свои, конечно. Отработал, нет? Нет? Давай сейчас подойду. Так, ребят, если хотите, можете пока что эту логику переписать. Нет? Нет. Спасибо. Нет. Нет. Спасибо. 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 Сейчас давайте я попробую вернуть, вот оно, да? Смотрите, у меня есть задание, там есть ID, это номер, сайт, и если задание у нас выполнено, то вот это задание должно быть на протяжении. И если оно будет в труд, то мы должны дать ему теорию. То есть нам необходимо, грубо говоря, на вашу стволку выполнить, находить именно с мостом, на какой-то возникли, да? И именно по нее делать изданок трубы, то есть менять. Но когда вы еще раз у меня изданок, то из трубы будут, наверное, обратно в току, да? Да? Ну да, типа. Да, 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 да. То есть, грубо говоря, каково все данные, когда мы добавляем, то есть мы переходим к току, да? То есть мы ее выполнены. Потом мы кликнем, задание поставить на току, и после того, чтобы она устроена в трубу, и еще раз на нее вылетит, она раздавается в току. Вот. Так? Нет, на току, да, да. То есть она вылетит. Так, давайте я снимаю, да, ребята. Смотрите, первая часть очень похожа на то, что мы делали тогда. Смотрите, нам необходимо будет сначала, вот моя кнопка, да? Чек. Это как раз таки кнопка эта. Типа выполнить, да? Я делаю абсолютно ту же самую логику, что и там. Я даю класс кнопки, ребят. Пишу вот класс, равно, и здесь сделаем btn чек, да? Или btn done, давайте сделаем. И дальше я передам то же самое. Data.id равно, так, l.id. Окей? Вот. Это мы сделали. То же самое, видите? Теперь мне необходимо что сделать? Получить все эти кнопки, да? Как здесь. Вот здесь я получал именно удаленные кнопки. Смотрите, можно вот этот вот закрыть. Оно нам пока уже не нужно. И здесь я пишу, вот видите, между вот этими двумя скобками, да? Вот. Пишу. Let btn done, равно, документ, точка, querySelectorAll. Почему all, да, бойсал? Потому что у меня много кнопок. Я все кнопки получаю. Все кнопки удалить. Правильно мне нужно получить? Поэтому all. А если здесь querySelectorAll, то я лишь первую кнопку получу. А вдруг у тебя их много? То есть мы со всеми же кнопками работаем. Я все эти кнопки собираю. У меня там что, btn? Да, по-моему, просто. Да. И давайте проверю в консоли, получил ли я их правильно вообще. Вот. Все супер. Три кнопки получил. Да, ребят? Что я делаю дальше? Так. Эт точка ID. Ага. Нет, должны. Должны. По-любому. По-любому должны. То же самое, как здесь, да? Видим, мы здесь for each или вот. Вот. И здесь я пишу абсолютно то же самое. Смотрите. btn, danda, точка for each. Также перебираю L. И тоже пишу L. Так. Кликаю на свою кнопку обратно. L. Add event listener. Клик. Запятая. Запускается какая-то некая функция, да? Верно? Но теперь, что нам необходимо делать? Смотрите. Ну, здесь абсолютно то же самое, да, ребят? Как я уже говорил. Кликаю на нее, получаю первую кнопку. Кликаю на вторую, вторую кнопку получаю, да? Все окей. Или это кнопка, на которую я кликаю. Теперь, мне необходимо делать что с моим массивом? Мне нужно получить новый массив, где количество элементов у меня совпадает, но какой-то элемент изменен. Ну, можно редис, но лучше map, да? Что делал у нас map? Помните, задачи были, максимально у нас простые, там было 1, 2, 3, 4, 5, умножить их на 2. Да, столько было, сколько есть, но элементы изменяются, Один элемент, два, три и так далее, неважно. Но если элементы изменяются, но количество такое же, это у нас map. Поэтому я пишу здесь, смотрите, array равно. array точка map, да? Здесь пишу заново, ребята, item, да? Очень похоже на то. Но теперь здесь нам необходимо логику прописать. Какая логика у нас должна быть, ребята? Отлично. Если... Не, array я уже перебрал же. L это кнопка. Well нет, издан ключа. Item издан. Item издан. Item издан, да? Да? Если item издан, у нас что? Если он true, да? Ну, можно здесь оставить вот так, можно, конечно, написать вот так. Ну, можно вот так оставить. Правильно? Если он true, да? То что я говорю? Return. Что с ним сделать? Просто false написать? Просто false написать? Нет. Вот, вы смотрите, вот здесь перебираем наш массив. Правильно? И сейчас мы сказали, что если наш элемент, да? Вот, например, item, это наш элемент, с которым мы имеем вот эти значения, а если item издан ключа, то мы сейчас по вот этому примере определили, да? Да? Да, ребят? Ну, вот эти места. То есть, грубо говоря, это сделать, потому что, вы знаете, что вот здесь перебираем, будет оправдаться в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном, в основном. В основном, 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 в мы здесь пишем вот так вот фигурные скобки пишем все из айтема из этого элемента правильно и только значение из дан мы делаем что окей вот так все сюда еще надо а я напишу return а с остальными элементами чо остальное нет вы просто голос вы это хотите приписать смотрите ребят что здесь очень важного нам понять давайте так мы сделаем вот такую логику lsa и допишу верно item . издан строго равен фолсу вы же вот так да имели ввиду ребят верно то return что то же самое да вот так айтем . ну айтем и издан у нас будет труба так все поехали работаем и мне необходимо будет свою этот свой массив рэй просто возвращать ну в консоли смотреть какой у меня ответ происходит смотрите ребят у меня три задания правильно смотрите нажимаем на выполнить массив 3 вернулся все правильно верно проверяем смотрите у первого стал издан чем у второго у третьего все стал трубочку да верно почему такое произошло смотрите обратно кликну обратно новый массив false 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 ребята почему такое у нас произошло как что через эти давай значит что мы забыли ребята про вот это кнопку на которую мы кликаем правильно если кнопка на которую мы кликаем подходит то только в этом случае да только в этом случае делаем не какой-то 10 здесь все максимально просто тут даже не надо так много и флсов как мы сейчас смотрите мы здесь пропишем если мы сейчас первую очередь должны найти кнопку на которую мы кликнули понимаете это вот вот эта логика айтем . издан айтем . айди строго равен эль ну здесь плюс эль . data set . айди это кнопка на которую я кликнул ребят понимаете да кнопка на которую я кликнул я проверил нашел ее и здесь я делаю что с ним верни мне его в каком виде ну ну то же самое то что мы писали ребят правильно айтем из да будет с чем фолсом нет труда будет вот так смотрите ребят давайте проверим сейчас мы написали тут смотрите кликаем на первое undefined 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 видим почему у нас такое вышло смотрите вот здесь мы напишем return айтем тоже смотрите ребят теперь кликаем все окей проверяя свое первое задание фоллс второе фоллс третье фоллс ничего не отработало ничего не стало как нет нет здесь даже без шоу туду здесь вот я рейс изменяет то есть не должны прийти изменения у нас отработала логика да нет нет давайте разбираться почему у нас такое произошло я но я в любом случае true его делаю то есть я нахожу именно тот элемент на который я кликнул да кликнул на 1 по вторым третьим я вообще не работаю я вот только с первым работаю я говорю его измени на труп видим так здесь нам необходимо разобраться смотрите давайте вот здесь консоли буду вызывать консоль и проверять свой айтем смотрите кликаю я делаю что рей мы пою айтем если у меня этот то возвращай мне этот айтем да вроде бы все окей так смотрите тогда нужно будет мне вот здесь давайте так проверить айтем так айтем так вот так айтем . айтем . айди строго равен . датасет . айди верни мне именно эту кнопку сейчас надо проверить айтем так кликаю везде дает и у нас может быть ошибка так ищем нашу ошибку так смотрите получая свои кнопки так у меня это в классные макасты записалась ребят знаете в чем ошибка у меня ошибка у меня была в том что смотрите вот здесь не закрыто и она вот это значение дата айди не видела как дата айди она видела его как классный понимаете поэтому я не мог как бы определить не мог эту логику прописать теперь смотрите теперь та же самая логика если мой айтем . айди будет строго равен плюс и . дата сет . айди то возвращай мне смотрите все из айтема и также ключ из дан превратим не в труб а остальные значения вернее вернее в каком виде они есть смотрите смотрите а так где это у меня и консоль он им в емне это консоль подписано при я это удаление до каста переписала сейчас но так это дал изменение так это логика у меня вот здесь пишу если item . айди меня будет строго равен плюс и дата с . айди то возвращай мне этот объект где у него будет все данные ключи но только ключ издан станет true а остальные значения возвращай в таком виде в каком они есть и после показывает смотрите ребят кликаю на свою условно этот кликай на свою первую кнопку видим да получился 3 ok проверяю true есть да у второго true нет потому что я на него не кликал до 3 то же самое false смотрите кликну теперь на второе задание проверяем у первого все еще true верно но выполнено 2 тоже true а у третьего что false кликну на 3 у всех у них сейчас должно стать true видим true 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 но теперь смотрите какая интересная логика если я кликну на 1 заново задание то он у меня true хотя я хотел чтобы при повторном нажать и что с ним произошло поэтому вот здесь смотрите можно логику не дописывать а можно вот так написать попросить восклицательный знак item . из да противоположность айтема которым ты являешься то есть стань своей противоположностью грубо говоря понимаете смотрите ребят проверим кликаю на первый стал true верно заново на него кликнул он у меня стал все работает давайте теперь разберем вот этот весь кода ребят что мы сделали конкретно мы сделали такую вещь мы противоположность вы делали камеру упаде на дозвищу на дозвищу на дозвищу на ее характеристики правильно разочетка этой кнопкой на которую я кликну это真的是 Говоря на ней дальше дальше я готовиться когда я кликну на свою вот эту кнопку да я напускаю какую-то функцию которая не идет актомленную музыку Что надо делать? Оно берет боль в осей. Правильно? И оттуда я нахожу ту кнопку, на которую я домой. Вот эту. То есть я ищу совпадение ID кнопки с ID, заданием, которое вы видите. Правильно? Если оно совпадает, то я говорю, что именно у этого задания Да? Делаешь что? Ключ вниз, да? Меняй на своих волосы. Изначально у него стоит пост. Правильно? Когда я вынесу на него, его ключ, вот этот стол, в моем столе нет. Правильно? Я говорю, что если вы не знали, вас какая-то лежать, то я ищу на него, то я ищу на него, то я ищу на него, то я ищу на него. И почему, вы знаете, это слово заявление ID? Потому что вот эта логика, эта логика имеет в себе свободу знаний, на которой мы встречаемся. Понимаете? Так, это значит что-то такое, что я знаю, то есть что-то, что я знаю, а на которой мне это надо. В общем-то не понимаю, что я думал, что это на моем столе, это, на моем столе, на моем столе и на моем столе. Это был самый главный такой, а вот за confusing, я знаю, что люди хотели показать о моем столе, и это было не так, это правильно. что для этого нам необходимо ребят для этого нам необходимо будет писать стиле зачеркивание у кого будет давайте разбираться нет нет да это день я сейчас говорю про визуальную часть у всего названия только у тайтла да окей вот это вот название является чем у него окажется у него вообще нет этого надо его в какой-то этот обернуть ну можно лишку зачерпнуть давайте так вот здесь мы пропишем логику следующие смотрите . запятой мы за стиле пишем правильно вот грубо говоря color . запятой здесь тоже ведь background и . . дальше я пишу этот стиль и сейчас скажу как он назывался зачеркивание лист текст декорейшн по моему сейчас проверю его на этом вот здесь проверю сейчас текст декорейшн вот тогда грубо говоря пускай будет да ну или просто так это я скопирует пишу получается здесь смотрите текст декорейшн по моему тогда там ну да вроде бы тех декорейшн только вот это значение нам понадобится тех декорейшн и она будет становиться браться от логики у нас будет здесь логика если у нас л . издан будет true да если издан у нас строго равен true то она выполнена правильно следовательно у него будет значение вот это line true а иначе у него пускай будет пускай строка или по моему он по моему есть давайте сейчас проверю текст декорейшн он правильно а так смотрите все все задание окей а ну надо этот шоу туда шоу тут вызвать смотрите все задание у нас здесь есть кликаю есть зачеркивание заново кликаю исчезла кликаю появилась то есть передается ему стиль текст декорейшн отвечающий за зачеркивание или не зачеркивание правильно если мы напишем line true то он зачеркнет если но то он не зачеркивается я здесь пишу логику что у тех заданий у которых ключ издан true ну вот здесь можно вот так подписать типа грубо говоря это вот так у тех заданий у которых издан значение да вот это вот это издан равно true то что делай с ним им давай стиль line true а у тех у кого нет труб следовательно это false делаем но понимаете это можно также проверить и у нас здесь в элементах вот видите у всех сейчас тех декорейшн видите но он да стоит да во первое задание кликну текст декорейшн у него лайн сру а у других ведь но он стоит понимаем вот и наша логика вот здесь мы эту логику ребята еще раз вот здесь кому было непонятно да да вот а получил кнопку ну кнопку горе спан выполненных заданий и общее количество заданий и теперь что я буду делать теперь мне необходимо прописать такую логику чтобы вот это вот переменная да таскал отвечала у нас за количество этих общих заданий таск данжи у нас будет отвечать за количество выполненных заданий да давайте сначала будем показывать отображать общее количество заданий верно смотрите сейчас у меня два задания у меня будет число 3 почему потому что здесь как бы я прописал число 3 верно и сейчас мне необходимо эту логику ему изменить да ребят как я это могу сделать смотрите я могу прям написать вот здесь вот таскал равно . точка точнее текст контент равно и ну и на рейтс тмл можно дать можно текст контент тут не столь важно и здесь у нас будет этот до арленс да и сейчас когда я захожу на сайт у меня отображается верно но смотрите ребят я добавляю задания что происходит есть увеличение обновлять каждый раз поэтому чтобы это у нас было правильно смотрите эту логику просто вот скопируйте и передать его вот сюда просто вот вот сюда дайте видим сразу после шоу туда и теперь когда я буду прописывать какие-то свои задания да ну вот задавать до новые то у меня число изменяется есть почему потому что шоу туда же постоянно обновляется когда мы кликаем она обновлять следовательно вот это значение тоже постоянно обновлять ведь 0 это будет этим сколько выполненных заданий количество выполнено то есть смотрите сейчас я даже если буду удалять все работает правильно потому что функция шоу туда постоянно отрабатывает а теперь же он нам необходимо показывать количество смотрите таск дан правильно точка текст контент равно посмотрите как мне понять количество выполненных заданий то нет все проще все проще как я не зачем смотрите нам нужно будет смотрите ребят вот здесь как вы определили что вы здесь делали мы просто взяли массив и его длину верно а мы можем написать логику чтобы она возвращала нам новый массив да где будут только значение у которых издан true то есть мы создадим новый массив куда мы положим только те задания да только те задания у которых значение true понимаете издан там условно будет одно задание 23 неважно и мы просто покажем длину этого массива который мы положим только задание который труб смотрите ребят все максимально просто пишу рей . фильтр а здесь как обычно или так далее и здесь пишу return и точка издан строго равен труда по-моему верно и вот здесь пишут . лэнс после вот этой скобки . лэнс то есть я возвращаю новый массив в котором я который я кладу получается только те значения у которых издан true и после я говорю покажи мне его длину и в целом он у меня должен сейчас отрабатывать работают ребят давайте проверим смотрите добавляю у меня пять заданий опа у меня вроде работает я сейчас сделал все задания выполнены видите уменьшаю их уменьшается у всех все работает смотрите вот эта функция show to do как у нас видите отрабатывает клево каждый раз при каком-то обновлении и так далее то есть я здесь вернул новый массив вот это то что я сейчас выделил это я вернул новый массив получается создал новый массив в который положил только те задания каждый раз буду вложить только ну те задания которые true издан true и после я говорю покажи длину этого массива если ноль заданий то ноль длина будет если там одно два там вот и все как успеете ребят здесь понятно нет все вопросы есть сложно хорошо так окей ребята тогда в целом мы на сегодня завершили занятия всем спасибо но не до свидания потому что все должны остаться обязательно если там серьезной уважительной причиной все равно все равно оставайтесь администрация настоятельно попросила чтобы всех студентов чтобы все студенты остались неважно урожай или нет но если опять же ребята у кого-то там сильно уважительная причина и так далее конечно мы не задерживаем особо так ну все ребята тогда в принципе я думаю мы